Таборы Таборы Дюмай описал их странствование в своем интересном рассказе «От Парижа до Кадикса». Живое воображение романиста было сильно поражено сообщениями Дебороля о его хиромантических опытах. По возвращению в Париж он представил Дебороля капитану Дарпентиньи, который тоже изучал руку, но выводил свои заключения по ее внешнему складу, а не по линиям на ладони. Свою систему он назвал хирогномией. Познакомившись с ней, Дебороль нашел, что она легко может быть согласована с хиромантией, что в сущности одна подтверждает другую по всем пунктам. С этого времени он оставил все другие занятия и стал посвящать все свое время и внимание исследованию великой задачи. Справедливо рассудив, что теория требует подтверждения практикой, он в продолжении двух лет давал даровые консультации, тщательно наблюдая во время их все внешние симптомы, указывавшие на те или другие физические или нравственные свойства, и находил их тождественными почти у всех подвергавшихся его исследованию. Убедившись таким путем в верности хиромантии, он пожелал узнать, согласуется ли ее указание с указаниями физиогномики и френологии. К великому своему удовольствию он убедился, что системы Галли и Лафатера вполне согласуются с его собственной. Не доставало только одного камня для укрепления всего здания, именно графологии или искусство определять характер по форме и особенностям почерка. Некто Адольф Генса из Лейпцига установил уже свою теорию, основанную на влиянии мозга на руку. Дебароль поехал к нему в Германию и, зная хорошо немецкий язык, вскоре вполне ознакомился и с этой новой отраслью знания. Результатом его исследований была последняя его книга «Полные откровения». В ней он авторитетно доказывает соотношение между хиромантией, хирогномией, физиогномикой, френологией и графологией. Любители чудесного, а имя им легион, вероятно найдут в его книге много для себя интересного, если даже и не убедятся в несомненности авторских выводов. Дебароль никогда никак не допускает, чтобы система его была простым времяпровождением. Он наметил для нее цели гораздо более серьезные. По его мнению, она дает возможность не только направлять воспитание детей на путь наиболее подходящих способностям каждого, но и составлять в себе более точное понятие о характере и расположениях наших ближних. Конечно, большинство относится к таковому предмету не иначе, как к естественным скептицизмам. Дебароль отлично понимает это, но очень любит иметь дело с отчаянными скептиками. Однажды Дима, сын, привел его с собой на вечер к доктору Шарко, в общество, состоявшее из товарищей по профессии хозяина дома. Насмешливая улыбка, появившаяся на лице каждого из гостей при виде Дебароли, не испугала бесстрашного адепта таинственной науки. Храбро обошел он ученое собрание по череду, составляя гороскоп каждого доктора, и те между ними, кого не удалось ему убедить, были во всяком случае удивлены до крайней степени. Подобный же успех выпал на его долю в Швеции три года тому назад. Услыхав, что король Аскар, человек с очень пытливым умом, желает ознакомиться с его системой, Дебароль тотчас же отправился в Швецию и в самом непродолжительном времени посвятил ученого-монархов свои воззрения. В знак уважения и благодарности король наградил его орденом. Дальнейшее торжество ожидало Дебароля в Упсале, где встретил его целый сон профессоров, и многие из них согласились с выводами Хироманта. В истории Вестники и в историческом Павлищев сообщает следующие факты из жизни матери своей Ольги Сергеевны, сестры поэта Александра Сергеевича Пушкина. Одним из любимых занятий Ольги Сергеевны в молодые годы ее было изучение физиогномистики и френологии. Так что сочинения Лафатера и Галя сделали с ее настольными книгами, с помощью которых она, как говорила, безошибочно распознавала характер людей. Занялась она и Хиромантией, сама иногда изумляясь своим предсказанием, из которых привожу два примера. Однажды Александр Сергеевич, вскоре после выпуска своего из лицея, убедительно стал просить ее посмотреть его руку. Ольга Сергеевна долго не соглашалась на это. Но, уступив наконец усиленной просьбе брата, взяла его руку, долго на нее смотрела и, залившись слезами, сказала ему, целуя эту руку, «Зачем, Александр, принуждаешь мне сказать тебе, что боюсь за тебя? Грозят тебе, грозят насильственная смерть, и еще не в пожилые годы». Предсказание сбылось в 1837 году. Подобную же насильственную кончину Ольга Сергеевна предсказала своему родственнику Батурину, поручику лейб-гвардии Егегерского полка. Он за два дня до своей кончины провел у Пушкиных родителей Ольги Сергеевны вечер, в полном свете здоровья и юношеских сил. Разговор зашел о хироманте, и Ольга Сергеевна посмотрела его руку и сказала, «По руке вашей вы не умрете естественной смертью. Спрочем, не верьте моим хиромантическим показаниям». На третий же день после этого предсказания Батурин пал от руки убийцы, солдат полка, в котором служил Батурин. Пылая местью к наказавшему его жестокому фельдсебелю, решился его умертвить. А для ободрения себя к злодеянию напился до пьяна, и, ворвавшись в казарменную комнату, где думал встретить намеченную жертву, бросился с ножом на Батурина, приняв его за предмет своей мести. Батурин тут же и спустил дух. Возвышенная чувствительность Возвышенная чувствительность есть свойство нашей психофизической природы, благодаря которому можно созерцать отдаленные события, предметы и лица как бы вблизи. Явления этого рода мы также отнесли к отделу психометрических. Факты этой способности Корреспондент Нью-Йоркской газеты Санди Меркури Воскресный Меркурий пишет «По приглашению доктора Ньютона Изгойкой Грик Я посетил вместе с ним его соседей Мистера и Миссис Коллинз, о которых предварительно слышал от доктора, что они поселились в этой местности лет десять тому назад, а лет за пять перед тем сын их Джон, в то время десятилетний ребенок, заболел тифом и пролежал без всякого сознания двадцать один день. По выздоровлению доктора признали у него гиперэстезию, то есть повышение чувствительности. Когда мы пришли к Коллинзам, отец, между прочим, рассказал следующий пример поразительной чувствительности сына. «Месяц тому назад, — говорил он, — мальчику приснился, по его словам, странный сон. Видел он двух человек, прохаживавшись по нашему дому с большим узлом в руках. Видел он их очень ясно, даже слышал их разговор между собой об узле, который им предстояло куда-нибудь спрятать. Сон произвел на Джона сильное впечатление, и он рассказал нам его за завтраком, а в двенадцать часов к нам пришло несколько человек полицейских, разыскивавших воров, обокравших в эту ночь одну из деревенских лавок. Услыхав о краже, Джон сказал полицейским, что видел во сне двух человек с узлом, и узел-то, как ему показалось, заключал в себе украденные вещи. Описание им этих людей вполне подошло к двум личностям, которых в тот вечер видели недалеко от обкраденной лавки. Тут же он вспомнил, что во сне он слышал, как один говорил другому, что им лучше всего спрятать свой узел в пустой хижине у подножья близлежащей горы. Полицейские отправились в указанные хижины и захватили там и самих воров и украденные ими вещи и деньги. Сам мальчик рассказывает о своей странной способности, что со временем своей болезни он видит вокруг себя какую-то атмосферу, распространяющуюся на неопределенное пространство. И в пределах этой атмосферы все лица и предметы представляются ему так ясно, как если бы они находились совсем возле него. Я пожелал сам сделать опыт вместе с доктором Ньютоном, и родители Джона согласились на мое желание. Доктор вышел, а я остался с мальчиком, который стал рассказывать мне постепенно все, что Ньютон делал. Он говорил, что видит его садящимся в свою одноколку и едущим в какую-то местность, потом паящим свою лошадь, вынимающим из кармана футляры, кладущим его под подушку, а затем опять влезающим в одноколку и едущим обратно. Вскоре Ньютон вернулся и буквально подтвердил рассказ Джона. Затем, когда доктор вышел в другую комнату, мальчик стал рассказывать, что тот, стоя посреди комнаты, стеряет свои карманы и часы со стенами, потом берет с камина статуэтку, рассматривает ее и ставит на прежнее место, что по возвращении Ньютона оказалось совершенно верным. Тогда я в свою очередь вышел из комнаты, а доктор поместился возле мальчика, имея перед собой часы, лист бумаги и карандаш. Я сел в одноколку, отъехал на расстоянии пятьсот ярдов, повернул вышедшие сележки и сел на лошадь верхом и таким образом вернулся, пробыв в отсутствии семнадцать минут. Все, что я делал, было записано по минутам и оказалось вполне верным. Отдавая сам отчет о том, что делал, я намеренно пропустил некоторые мелкие подробности, но они все были записаны мальчиком. И он сказал мне, что вы вышли из одноколки там, где колесная дорога поворачивает в лес, привязали лошадь к старому пню, прошли пешком до скалы и вернулись к одноколке. Все это было верно, и я остался вполне доволен своим опытом. Вот еще подобный факт. В своем сочинении у Египта мистер Варбуртон описывает свой опыт с одним из наиболее известных местных чародеев. Мистер Варбуртон пригласил этого чародея к себе в гостиницу с целью самому проверить неподдельность явления. А тот позвал с улицы мальчика, сделал таинственный знак на его ладони и приказал ему пристально смотреть на этот знак. Мальчик исподволь исполнил требуемое, а однако прошло 10 минут и никакого результата не последовало. Тогда чародей позвал другого мальчика и повторил с ним ту же манипуляцию. Второй мальчик, будучи более чувствительным к его влиянию, вскоре впал в полумисмерическое состояние, произведенное действием на него таинственного знака на его руке. Чародей предложил мистеру Варбуртону вызвать, кого он желает. И тот вызвал покойного лорда Дерби. Мальчик тотчас же воскликнул, вот он, я вижу старика в очках и в длинной черной одежде, лежащего на кушетке. Затем мистер Варбуртон вызвал покойного лорда Нельсона. Мальчик сказал, он здесь, я вижу, военного, с одной рукой. Потом были вызваны еще многие другие лица, и мальчик всех их подробно описывал. Чем очень удивлял Варбуртона и его друзей. Вся суть явления состояла в том, чтобы заставить мальчика отрешиться от своих мыслительных способностей, настолько, чтобы впасть в полумисмерическое состояние. И таким образом войти в сношение анрапорт с Варбуртоном, когда тот вызывал разные лица. Образы, проходившие через мозг мистера Варбуртона при вызывании этих лиц, являлись мальчику как бы в картине, что и доказывает сильное развитие дара ясновидения. Ясновидение. Опыты ясновидения. Мисс Кора Морз сообщает мистеру Хо Джонсу о своих опытах ясновидения. Когда в 1881 году я жила в семействе мистера Роффа, мои психометрические способности подвергались почти ежедневно самым тщательным исследованиям. Вот два таких опыта. Мистер Рофф имел привычку, когда приносили с почты письма, не распечатывая их и не прочитывая даже адреса, держать их некоторое время у меня на лбу. Однажды, когда он держал нераспечатанный конверт на моем лбу, я сказала, в письме там пишут о болезни. И пришло оно от кого-то из Вацеки. Да, теперь вижу, дочь на вашем миссис А очень больна. Тут она сообщила некоторые подробности о болезни, прибавила. Завтра вы получите телеграмму, призывающую вас к больной. Но она не умрет, и мы должны уложиться так, чтобы быть готовыми к поспешному отъезду. Письмо распечатали, и в нем оказалось все, что я говорила. На следующее утро пришла телеграмма, истревоженные родители выехали в тот же день. Больная выздоровела, все случилось так, как она отразилась в моем впечатлении. Оно. Она сама или родители ее охотно засвидетельствуют мои слова в самых мельчайших подробностях. Когда в другой раз мистер Рофф держал письмо в мою олба, и я залилась вдруг слезами и воскликнула. Письмо это ко мне, отдайте мне его, кто-то умер. Я считаю следующие слова, звоните в колокольчик потише, разве не видите крепа на двери? Он отдал мне письмо, разорвав конверт, я точно же увидал прочитанную мною ранее заглавную фразу. Письмо было от моей матери, извещавшей меня о смерти племянника, сына моего старшего брата. Вечер 21 мая 1881 года в присутствии мистера Рея у жены и жены их сына, готовых подтвердить мой рассказ, случилось следующее. Сидя у окна их дома в штате Иова, я увидала два больших световых шара, пролетавших мимо окна в сопровождении красного шарфа, настолько длинного, что казалось, ему никогда не будет конца. Я встала с места и пошла в столовую, где некоторые члены семи пили в то время чая. Рассказав им, что видела, я прибавила мое убеждение, что в видении это предвещает какое-нибудь народное бедствие. Шары означают смерть, а длинный шарф кровь, брызнувшая на всю нацию. Тогда я увидала еще высокого, крепкого, сложенного брюнета, подавшего мне какую-то бумагу и сказала, «Узнаем мы об этом бедствии от молодого человека, похожего на описанного сейчас мною». По мере того, как проходило время, видение мое постепенно забывалось. И вот в один из июльских дней того же года, когда все мы сидели за шитьем, мимо окна прошел молодой человек и я узнал виденного мною в майском видении. Быстро вскочив, я побежала ему навстречу, а он подал мне телеграмму об убийстве Гарфильда. В президента Гарфильда выстрелили во второго июля, скончался он 20 сентября 81-го года. Или лучше сказать о выстреле, бывшем причиной его смерти. Телеграмма эта первая сообщила нам о происшествии. Миссис Р после говорила, что увидав, как я стремительно бросилась к двери, она думала, что к нам шел один из моих близких друзей, а это был только двойник моего видения. Недавно при первом гипнотическом своем усыплении субъект юноша, глаза которого остолбенели вследствие контрактуры из их движительных мускулов, стал ясновидящим. Сидя ко мне спиной, он отгадывал различные цвета бумаги, которые я, подходя к нему сзади, клал ему на теме. При втором разе гипноза я попробовал положить мои часы ему на теме. после нескольких секунд колебания молодой человек мог совершенно точно определить час, зная о том, что гипнотики большей частью обладают знанием времени дня, я намеренно переставил часы свои на 20 минут назад, ясновидящие при помощи кристаллов. Вера, что различного рода галлюцинации могут быть возбуждены различными формами кристаллов, имеют чрезвычайно обширное распространение. Следы этого верования мы находим в древнем Перу, Фетце, Мадагаскаре, Сибири, у индейцев Америки, у чернокожих Австралии и в Полинезии. Те же верования мы встречаем в Древней Греции, Павзании, в Риме, в Орон, в Древней Индии и Египте. До исследования месяцев никому, по-видимому, не пришло в голову, что верование столь всеобщее должно, вероятно, иметь основание в каких-нибудь фактах. Мисс Хэ производила лично многочисленные опыты, и на основании этих опытов она делает следующие классификации видений, представляющихся в кристаллах или чернили, воскреснувшие воспоминания о давно забытых фактах, исходящие из бессознательной сферы нашего существа. Второе. Идеи и образы сознательные или бессознательно объективируемые в уме персипиента. Третье. Видения телепатические или имеющие своим источником ясновидение, необъяснимые при помощи нормальных способов восприятия. С тех пор, как мисс Хэ обратила внимание на этот предмет, многочисленные опыты поставили вне всякого сомнения факт, что значительный процент лиц вполне здоровых и нормальных, обладает способностью видеть различные пейзажи и фигуры людей в движении, в стеклянных шарах или иными способами. Способность эту доктор Париж приписывает влияние диссоциации в сущности же гипнозу. Но он говорит это по предложению, предположению, никогда не видевши ни одного опыта. Теперь я, говорит Андрю Ланг, хочу описать ряд опытов стеклянным шаром, произведенных под моим собственным наблюдением, во время которых некоторые вещи были, по-видимому, познаны путями необычными. И я лично совершенно убежден в отсутствии при этом какого-либо обмана, не только вследствие особого характера всех фактов, о которых пойдет речь, но и по некоторым другим обстоятельствам. В последнее время, в продолжении 1897 года, я познакомился с молодой дамой, которая рассказала мне о трех или четырех галлюцинациях, виденных ею, правдивость которых была достаточно проверена. Она совершенно незнакома с явлениями психизма, мыслит трезво и пользуется совершенно удовлетворительным здоровьем. Я приобрел стеклянный шар и присутствовал в то время, когда она глядела в него в первый раз. Я помню, что она видела внутренность одного дома с портретом во весь рост незнакомой особы. Тут было, я полагаю, несколько образов фантазии в обычном роде. В это время развилась у нее способность видеть местности и лица совершенно ей незнакомые. Но знакомые тем лицам по большей части иностранцам, среди которых она жила по обстоятельствам. Это служит примером того, что называется передачей мыслей. В то время относительно реальности этого явления я колебался между сомнением и верою. В настоящее же время весы склонились окончательно в сторону веры. Привожу здесь несколько случаев из опытов мисс Ангус. Первый случай имел место накануне того дня, когда она впервые познакомилась с употреблением стеклянного шара. Вот что она пишет. Одна дама попросила меня увидеть одного своего приятеля, которым она думала. Почти точно же я скричала вот старая пристарая дама, которая смотрит на меня с улыбкой. Выдающийся нос ее чуть не сходится с подбородком. Все лицо покрыто морщинами, в особенности в углах глаз, что придает ей вид, будто она готова сейчас рассмеяться. Она одета в небольшую белую шаль с черной каймою. Но не может быть, чтобы она была так старая, имея совершенно черные волосы. Тем не менее, с виду она выглядит очень старой. Образ этой старой женщины вскоре исчез. И дама, моя собеседница, сказала мне, что я совершенно верно описала мать ее друга вместо его самого. и что это была шутка со стороны семейства старой дамы, вследствие которой она должна была выкрасить свои волосы, чтобы казаться такой брюнеткой. И что старой даме 82 года. Затем моя собеседница спросила меня, достаточно ли отчетливо было мое видение, чтобы я могла по фотографии сына узнать его мать, с которой он имеет сходство. На другой день она показала мне множество фотографических портретов, между которыми я без всякого колебания указала сына, виденные мной старой дамы, вследствие поразительного его сходства со своей матерью. Дама собеседница словесно подтвердила мне совершенную справедливость описанного выше факта. Однажды после полудня я находилась в обществе одной дамы, которую раньше никогда не встречала и никогда о ней не слышала. Она спросила меня, не может ли она посмотреть в мой кристалл. В то время, когда она смотрела, я случайно взглянула поверх ее плеча и увидела корабль, борющийся с огромными волнами, несмотря на то, что видна была земля. Затем все исчезло. И внезапно я увидела небольшой дом с пятью или шестью ступеньками лестницы у входной двери. На второй ступеньке сидел старик, читавший газету. Перед домиком протирался небольшой лужок, покрытый густой и сочной травой, на котором паслось несколько ягнят, или скорее овец, очень мелкого росту. Когда эта картина исчезла, дама сказала мне, что я точно описала одно место на острове Шотландии, куда она собирается поехать со своей матерью на несколько недель. Мисс Ангус рассказала мне этот эпизод дня два спустя после того, как он случился. И та дама, о которой в этом рассказе шла речь, совершенно подтвердила мне словесно точность вышеприведенных фактов. И потом вторичность сделала это в декабре 1897 года. Обе дамы до этого случая были совершенно незнакомы между собою. Старик был, очевидно, школьный учитель. На острове Шотландии овцы Японии отличаются своим малым ростом. Ниже следующий рассказ принадлежит другой даме мисс Розе. Мисс Розе пишет Мой первый опыт с кристаллом был неисприятный. Как покажет ниже следующее описание, излагаемое настолько точно, насколько позволяет мне память. я попросил у своей приятницы мисс Ангус позволения посмотреть в ее кристалл. И, взглянув в него, я вскоре возвратила, говоря, что первый опыт меня не удовлетворяет. Я видела хорошо освещенную комнату, кровать, закрытую занавеской, каких-то людей, которые то входили, то выходили, но я не могла определить, что это были за люди. Я возвратила кристалл мисс Ангус, прося посмотреть вместо меня. Вскоре она сказала, я вижу постель с человеком, лежащим на ней, а возле постели даму в черном платье. Ничего больше не говоря, мисс Ангус продолжала смотреть в кристалл. И по прошествии некоторого времени я спросила у нее позволения посмотреть еще раз. Но лишь только я взглянула, как от электрического разряда. В ярко освещенной комнате я увидела в постели старика, по-видимому, мертвого. У меня в это время гостили мои двоюродные сестры, а на другой день в субботу мы получили известие о смерти отца одной из них. Правда, мне известна была его болезнь, но в то время, когда я смотрела в кристалл, я совершенно о нем не думала. Я должна также сказать, что я не распознала лица старого джентльмена, о смерти которого узнала на другой день. Ниже следующий случай засвидетельствован другой знакомой, мисс Ангус. Четверк, не помню которого числа марта 1897 года, я была на вечере у наших знакомых Ангус. И у нас зашла речь о кристаллах и о том, что некоторые лица имеют способность видеть сквозь них различные видения. Заговорили же об этом потому, что мисс Ангус недавно получила от господина Андрею Ланга один из подобных кристаллов. Я попросил ее показать мне этот кристалл, а затем посмотреть в него, желая удостовериться, может ли она увидеть лицо, о котором я стану в это время думать. Тогда я стал усилен думать об одном своем знакомом молодом военном в Лондоне, полагая, что опыт будет весьма убедительный по причине не совсем обычной формы моего знакомого, о котором к тому же мисс Ангус не могла не знать, не слышать. Вскоре после того, как я сосредоточила свою мысль на упомянутом лице, мисс Ангус заявил сначала о видении каких-то гуманных, неопределенных фигур, туманных. Наконец кричала, теперь я очень ясно вижу человека на лошади, он одет как-то странно. Ах, да это солдат в своей форме, только это не офицер. Мое удивление было так велико, что я не могла сосредоточить свои мысли на друге, и видение исчезло и больше не появлялось. Я могу в нескольких словах описать опыт, произведенный 21 декабря 97 года. Один господин приехал из Англии, шотландский городок, где жила мисс Ангус. Он обидал у нее вместе с ее семейством, и около десяти с половиной вечера она предложила посмотреть в кристалл, чтобы видеть сцену или лицо, о котором он думал. Он вызвал мысленно картину бала, на котором он недавно присутствовал, и образ молодой особы, которой он был представлен на этом балу. он не в состоянии был, однако, ясно вызвать зрительный образ сказанной особы. И мисс Ангус говорила только, что видит пустой бальный зал с блестящим паркетом и ярким освещением. Тогда господин постарался сделать новое усилие и вызвал наконец в своей памяти образ молодой особы. Мисс Ангус стала тогда описывать другую комнату, комфортабельно меблированную, но только небальный зал и в этой комнате молодая особа с черными волосами, одетая в белую блузу, фасон которой также был описан, собиралась читать или писать при свете горевшем в стеклянном шаре без абажура. Описание лица роста сложения согласовалось с воспоминанием господина, о котором идет речь, но никогда не видел свои мимолетные знакомые в другом костюме, кроме бального. Он и мисс Ангус посмотрели на часы, которые показывали десять с половиной, и вышеупомянутый знакомый мисс Ангус обещался при встрече первой же, с интересовавшей его молодой особой, спросить ее, что она делала в это самое время. Как нарочно другой же день 22 декабря он встретил ее на другом балу, и ответ ее вполне не согласовался с тем, что видела мисс Ангус в своем кристалле. Она писала в этот вечер письмо и была одета в белую блузу такого самого фасона, какой описывала мисс Ангус, сидя под газовым рожком, покрытым стеклянным шаром без абажура. Особо это была совершенно незнакома мисс Ангус, и помянутый господин видел ее единственный раз на балу, и оба обещанного здесь факта. Вскоре после этого случая я убедил мисс Ангус сделать следующий опыт. Индуктор должен написать на листке состояние своих мыслей и вручить мне свою записку в запечатанном конверте. То же самое должна сделать и мисс Ангус относительно своего видения в кристалле. Причем между ними не должно быть никакого сообщения. В нашем опыте